Он великий кюш, который представлял казахское искусство в центре Европы на сцене Парижа. Он человек, который служил своим талантом во благо людей. Если бы был жив народный артист Казахстана, кавалер ордена Парасадры Спай Габдеев, то в этом году ему исполнилось по 85 лет. В народе всегда будут помнить и прославлять имя талантливой личности. Парижа, который был в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. Природа наделила его необыкновенным талантом. Когда он учился в школе, его уже тогда называли Кишебала. В 1954 году получил образование в Алмате. В 1957 году участвовал в 6-м Всемирном фестивале студентов и молодежи, где стал призером. Далее в 1960 году работал концертмейстером в Академическом оркестре народных инструментов имени Курмангазы. Был солистом. Набравшись немалого опыта, он совершенствовал свое искусство. В 1961 году Распай Габдеев вернулся на родину. Преподавал в музыкальном училище имени Дины Нурпиисовой в городе Атырау. Воспитывая учеников, он создал Еркенкалинский оркестр народных инструментов в колхозе имени Ленина в бывшем Балыкшинском районе. Коллектив добился большого успеха. С 1980 по 1990 годы был деканом музыкального факультета Атырауского педагогического института. С 1990 года руководитель и главный дирижер Атырауского областного оркестра народных инструментов имени Дины Нурпиисовой. Преподавал в музыкальном училище имени Дина Нурпиисовой в городе Атырау. Преподавал в музыкальном училище имени Дина Нурпиисовой в городе Атырау. Преподавал в музыкальном училище имени Дина Нурпиисовой в городе Атырау. В 2000 году ему было присвоено звание «Академический оркестр народных инструментов имени Дина Нурпиисовой». С теплотой и уважением вспоминает коллеги про талантливую личность. Ученики Рызбая Габдиева рассказывают, каким он был великим человеком. Такие люди рождаются раз в столетие. Никто не мог разговаривать, вести беседу, учить, как он. Его поступки и действия не были похожи ни на чьи другие. Мне нравилось, что и к младшим по возрасту, и к старшим людям он обращается на «вы». Был человеком с юмором. До сих пор помню, как он говорил мне, «Вы должны освоить этот инструмент и покорить его себе, чтобы он дрожал, когда вы берете его в руки». Его искусство игры на дамбре – это целый мир. Его пальцы были словно созданы для этого. Он был мастером исполнения казахских кюев. А каким он был непревзойденным организатором – это тоже отдельная тема. Я восхищаюсь мастерством его исполнения кюев, Курмангазы, Даулик Кирея, Дины, Ясвая и других композиторов. Был поражен его высокой техникой игры, умением донести до слушателей глубокую философию множества сыгранных им кюев. Он был верен себе, своему таланту, своему делу. Мой дед для меня, как луч солнца. Я еще не встречала в своей жизни такого заботливого, милосердного, прекрасного человека, как он, который с любовью относился бы к младшим и с большим уважением к старшим. Имя талантливого кюйши, его искусство помнят в народе. За ним остались его последователи, его многочисленные ученики. В областном историко-краеведческом музее хранятся ценные вещи талантливой личности, среди которых есть и дамбра, которую Рыспай Габдиев сам передал туда в 2000 году. На сегодняшний день в областном историко-краеведческом музее насчитывается более ста экспонатов, принадлежавших когда-то Рыспаю Габдиеву, в том числе дамбра, переданная нам им лично, пропитанные его запахом одежды и подлинные документы к высшим государственным наградам. Они хранятся только в фондах этого музея. В этом же музее хранится дирижерская палочка, с которой он выступал на больших сценах, документы с его автографами. Пластинки с произведениями Рыспай Габдиева дают возможность ознакомиться с уникальными произведениями искусства. В этом историческом музее жители Атера, гости города, молодежь могут узнать много информации о Рыспай Габдиеве. В числе ценных экспонатов Золотого фонда музея личный костюм знаменитого Кюйши. Кульпания Хамзи, Жанар Сагнышка за телеканал Атерау.